104 населенных пункта проконсультировано около 2000 человек. Таков итог работы социального десанта за месяц. Проект новый для региона, хотя суть созвучна ранее взятому курсу на поддержку северян. Дарья Евграфова подробнее. Социальный десант стал одним из новых значимых проектов минувшего лета. Впрочем, это история не одного сезона. Цель – повышение информированности северян о мерах поддержки. Специалисты посетили практически все районы Поморья. Побывали в 104 населенных пунктах. Проконсультировали около 2000 человек. О мерах господдержки можно узнать из брошюры, разработанной Министерством труда, занятости и социального развития региона. Губернатор обратил внимание на необходимость обновлять справочник каждые полгода, чтобы информация была своевременной. Эти меры поддержки постоянно и расширяются, и изменяются и на федеральном, и на региональном уровне. Сегодня они касаются большого количества жителей Архангельской области, если не сказать, что большинства жителей Архангельской области. Чтобы каждый, кому была положена льгота или выплата, обязательно ее получил. Кстати, проект «Социальный десант» инициирован депутатом Госдумы 7-го созыва Еленой Вторыгиной. На встрече с губернатором обсуждение вопросов, с которыми обращаются жители во время депутатских визитов в районы. «Тема такие тяжелые, самые напряженные, это, вы знаете, здравоохранение. Его уже решение приняли порядок по оплате нашим медикам, по зарплате в сентябре будет решать. Тема доступного жилья, ветховарийного жилья. И тоже мы с вами недавно открывали, как мы строим сегодня дома по программе ветховарийного жилья по федеральной программе». Как отметил губернатор, предстоит решение многих амбициозных задач. Это касается и программы переселения из аварийного жилья. Планируется в октябре подать заявку на выделение финансирования на продолжение работ и, как следствие, привлечь в регион существенные дополнительные деньги.